Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем рассматривать урок поклонения Творцу. Сегодняшняя тема называется Евангелие, Суд, Творение. Весь первого ангела объединяет такие понятия как Вечное Евангелие, Суд и Поклонение. И идея Творения, что Бог как Творец, Создатель, Достоин нашего поклонения, также присутствует в этой теме. Об этом мы рассуждаем на этой неделе. Мы с вами говорили, что Бог Достоин нашего поклонения как Создатель прежде всего. И вчера мы также рассуждали о том, что Бог Достоин нашего поклонения и как заботливый попечитель. Сегодня мы коснемся еще одной темы, еще одной причины, очень важной, очень веской, едва ли не самой веской причины, почему Бог Достоин нашего поклонения. И это конечно же его подвиг, его жертва ради нас, то с какой силой он любит нас и насколько он готов далеко зайти и пойти для того, чтобы приобрести снова нас себе. Нас, потерянных детей своих, вернуть в свой отчий дом. И давайте мы прочитаем несколько текстов на эту тему. Это Ефесянам 3 глава, 9 стих. Очень важный такой аспект, очень важный момент, который в Ветхом Завете, он так завуалирован, в Новом Завете явно представлен, что Бог все творил словом не абстрактным своим, а словом как личностью, Иисусом Христом. Иисус Христос лично участвовал в сотворении нашего мира, в том проектировании нашего мира и в каждой мелочи, в каждой детали того, как организована Вселенная. Иисус Христос участвовал непосредственно. Еще один текст, это Колоссянам 1 глава, 13 по 17 стихи. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Здесь, кстати, неправильный перевод. «Первородные всего творения, глава рода и человеческого, и ангельского, и всякого рода. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Кем им? Христом. Кто прежде всего? Христос. Итак, Иисус Христос, тот самый, который пришел на эту землю и пострадал, и умер, и воскрес, и жертвы свои искупил нас Богу и Отцу нашему, Он есть Творец, Создатель. Все видимое и невидимое сотворено им, и ради Него, и все им стоит. И в Послании к Римлянам, 5 глава 17 по 19 стих, еще один текст, очень важный в этом контексте. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного человека всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Итак, Бог достоин нашего поклонения, в том числе и как наш Искупитель. Об этом говорят, кстати, вот 4-5 главы Откровения раскрывают вот эти две стороны Бога. Во-первых, как Создателя, Творца, это в 4 главе подчеркивается. И во-вторых, как Искупителя, это в 5 главе, где на первый план выходит Иисус Христос, как тот, кто достоин взять книгу и раскрыть ее, книгу, которая собой представляет план спасения. Еще один момент, который стоит здесь отметить, это насколько теория эволюции является враждебной вообще библейской идеей Искупления. Дело в том, что согласно Библии, смерть является следствием греха, но согласно теории эволюции, смерть является двигателем прогресса. Согласно Библии, смерть появилась, когда появился первый грех. Согласно эволюции, смерть была всегда. Смерть была задумана изначально. Потому что именно благодаря тому, что есть смерть, есть понятие выживания видов, есть понятие естественного отбора и есть, соответственно, как следствие этого, понятие эволюции. Что выживают более сильные виды, соответственно, более сильные признаки у вида закрепляются и со временем происходит прогресс эволюционный. Так вот, теория эволюции, вот таким образом, является совершенно противоположной тому, что говорит Священное Писание в отношении праведности, святости и греха. И того, что смерть есть зло и то, что смерть внесла негативные коррективы в Божьи изначальные планы. В противоположности этому, теория эволюции говорит о том, что изначальный план был такой, чтобы на земле произошло расселение различных видов, для этого нужна была эволюция. А для этого нужна была смерть. И здесь мы понимаем, что, конечно, атака сатаны направлена не просто на то, чтобы лишить нас идеи Бога-создателя, хотя это само по себе тоже является огромной, огромнейшей потерей для человеческого мировоззрения, если человек перестает понимать, что он сотворен Богом по образу и подобию Божьему, а значит в человеке заложен великий потенциал. Это само по себе потеря понимания, такого понимания Божьего творения является утратой очень серьезной для человеческого мировоззрения, для человеческой психологии вообще. Но самое, конечно, здесь катастрофическое, то, что эта теория эволюции противоречит идее искупления, потому что если есть эволюция, есть смерть, как неизбежный и необходимый элемент в Божьем творении, то тогда что говорить о смерти Иисуса Христа, ради чего Он умирал? Смерть Христа была предназначена тому, чтобы мы не умирали. Нашу смерть Иисус взял на себя. Мы согрешили, мы должны были умереть, но Иисус взял на себя наш грех и следствие греха смерть, и таким образом Он искупил нас, не просто освободил от греха, но избавил нас от последствий греха, от смерти. Он освободил нас и Он вернул нас к Отцу и дарит нам вечную жизнь, которая изначально нам предназначалась. Поэтому это очень важно понимать, что теория эволюции ни в каком виде, ни теистическая революция, ни атеистическая революция, неприемлемы для нас, потому что они подрывают, эти теории, эти идеи подрывают саму основу, само понятие о Божестве, как том, в ком есть только свет и нет никакой тьмы, о Божестве, которое любит нас, которое сотворило нас для взаимоотношений, для вечности, для вечной жизни, понятие о том, что мы дороги Богу, как дети дороги Отцу, и что у Бога есть великие замыслы о нас. Это все, это все разрушается теорией эволюции. Поэтому я надеюсь, что вы не поддаетесь на идеи этой глупой теории, которую достаточно просто развенчать, если вы просто следуете логическим предпосылкам, и вникаете в те законы, по которым существует наш мир, наша Вселенная. Что ж, друзья, я хочу пожелать вам и себе, чтобы мы учились каждый день находить в Боге новые и новые грани, новые причины находить для того, чтобы поклоняться Богу и прославлять Его. Господь есть наш Создатель, Творец, Он есть наш Попечитель, который постоянно печется о нас, и Он есть наш Искупитель, который все сделал для того, чтобы мы вернулись в Его Отчий дом, и чтобы наше будущее было прекрасным, чтобы у нас была будущность и надежда. Пусть Господь благословит вас жить с этим, с этой радостью в сердце, с осознанием того, что Бог, любящий, заботливый Отец ваш и Создатель, рядом с вами, и Он, именно Он ведет вас по этой жизни шаг за шагом навстречу самому себе. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что эта великая любовь Твоя окружает нас, что Ты, как Создатель, Господь вложил в нас огромный потенциал, Ты создал нас похожими на Тебя, и в каких-то чертах своей личности, своего характера мы обнаруживаем, что это Ты, Господи, это следы Твоего, Твоей кисти, Твоего творения, Твоей руки в нашей жизни. Господи, мы благодарны Тебе также за то, что Ты окружаешь нас своей заботой и все обстоятельства нашей жизни в Твоих руках. И мы благодарны Тебе за то искупление, благодаря которому Ты нас приобщил к Твоей вечности, что Ты вернул нас в Свой Отеческий Дом и что Ты открыл перед нами будущность и надежду. Слава Тебе за это! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Спасибо, дорогие друзья, что вы продолжаете изучать Священное Писание вместе с нами. Пусть Бог благословит ваш сегодняшний день, наполнит радостью ваши мысли, ваши сердца и наполнит радостными событиями сегодняшний день. Ну а мы прощаемся с вами до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok